Из каждой десятки автобусов Черкеска до 4 единиц городского общественного транспорта чуть ли не ежедневно сходят с маршрутов по вине пассажиров. Можно ли как-то повлиять на излишне потребительское отношение к создаваемому для людей комфорту, выяснял Артур Мкце. Когда заходит человек, он упирается сюда, и чтобы по салону он не катился, подлокотник. Вот он упирается здесь. Его оторвали. Общественный транспорт региональной столицы с незавидной периодичностью приходит в негодность по вине вандалов. С какой целью пассажиры всеми силами стараются оставить о своей поездке недобрую память, непонятно. Однако чуть ли не ежедневно из каждой десятки автобусов по 4 затем приходится снимать с маршрутов и отправлять на ремонт. Стены испещрены надписями сидения и подлокотники порваны, достается молоточком, огнетушителем и тонировке. Автобус новый. Ну, где-то с полгода в обслуживании. Давайте, вот, пожалуйста, место покажем вам. Это написано «место для инвалидной». Здесь люди заходят, это присоединяется спиной, там, ну, если у них груз есть, становится. Пожалуйста, порваны. Это не инвалид сделал. Это кто-то из молодёжи сделал. Вот, посмотрите, здесь должно быть два молоточка, это про пожарные. Одного уже нет. Люди порой жалуются, что не могут дождаться того или иного автобуса. Представители городского автотранспортного предприятия стараются находить альтернативные варианты. Но если сразу несколько средств передвижения отправляются на восстановление, оперативно что-то придумать для их замены крайне сложно. Выход сотрудники АТП ищут в профилактических беседах с пассажирами. Служба у нас, контролёры, начальник эксплуатации, начальник вот такая. Мы выезжали, ребят, детей предупреждали. Пожалуйста, ведите себя по скрыву. У нас работают камеры. Завтра, если кто-то придёт к вашим родителям, скажет, вот, ваш сын или дочь это натворил, им будет стыдно. Вот такой воспитатель тоже работа идёт. Но это зависит от самих и детей, и родителей. Пускай скажут, это транспорт. Мало ли что. И не только транспорт, и ваше поведение у людей должно быть совсем другое. «Пользование общественным транспортом – это не только про комфорт, но и про ответственность. Если пассажиры хотят своевременно добираться автобусом или троллейбусом до точки назначения, они должны бережно относиться к тому, что работает для них, а также не отвлекать водителей во время движения по маршруту во избежание происшествий на проезжей части». Артур Махце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия.